всех приветствую мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики брат и сестры во христе и все люди на земле все веганы всех приветствую мы с вами сегодня почитаем несколько комментариев я их стал группировать по темам и сегодняшняя тема библия не слово божье я подготовил такую подборочку с комментариями под моими видео на моих каналах и сейчас я для вас почитаю и свой дам ответ комментарии на комментарии эти в общем поговорим логос 777 альфа пишет говорится же что все кем говорит вы знаете вот этот говорится хорошо говорится и что кем ну павел говорил все описание бога вдохновенно или вдохновенно богом ну кто знает там разные переводы бога вдохновенно или вдохновенно богом 2 тимофея 316 это его слово просто выражение ветхий несет смысл чего-то устаревшего правильнее будет говорить еврейские писания и греческие писания это комментарий к ролику псалтыри 91 чертый псалом на моем канале христолюб чтение библии иных писаний давайте по порядку он еще один комментарий оставил вот мне хочется логосу задать вопрос но и всем в его лице вот как вы пишете комментарий говорится же все писание бога вдохновенно кем говорится но павлом хорошо кто павел бог обычный человек ну павел писал что для него все писание причем у павла когда было все писание были вот эти логос разделил писание на греческие и еврейские а что греческие писания уже существовали никто не знает но понятия не имеем сколько лет было павлу вообще сколько лет было вы знаете я могу прям закидать вопросами как из этой катюши есть старая такая машина смерти да вот как из этой катюши залпами кто такой павел был ли он вообще кто он есть как он жил вы его знаете нет сколько ему было лет когда он умер когда он покаялся когда он крестился когда он проповедовал когда он расставался и встречался со своими так называемыми братьями в христе они многие не понимали друг друга и расставались друг с другом потому что у каждого была своя правда когда павел писал это тимофей сколько ему лет было а насколько он понимал истину о каких писаниях он говорил что значит все писание у павла что было современная библия в синодальном переводе не было но что тимофею писал о библии синодального перевода о каких писаниях говорил павел что значит все что это такое что такое писание что такое бога вдохновенно а разве бог не вдыхает дыхание жизни в каждого человека при рождении так писание бога вдохновенно или человек написавший писание а насколько этот человек помимо бога вдохновенности жизни то что он имеет просто жизнь и дальше обладает свободы выбора между добром и злом насколько он реализовался в этой в этом избрании добра и зла кто знает но павел написал павел даст отчет за свою жизнь вы за свою я за свою пока вы из головы надо было наверно эпиграф к этому ролику сделать пока вы своей головы не выкиньте эту дурь что те библии 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 так слово приводится как книги все библии книги книг да те библии под словом библии я подразумеваю разные переводы современного так скажем канона хотя канон у всех разный у разных сект православный католической протестантской разные каноны разные каноны канонических ну сборники тогда так назовем канонических книг которые как бы сто процентов одобрены к чтению не канонических второканонических апокрифичных запрещенных кто это а судьи кто есть знаменитая древняя вроде как греческая по умудрость да а судьи кто вы вы судья не библия вас судит а вы ее вы над ней рассуждайте вы выше книги пока вы своей головы не выкиньте дурь что современные библии в разных переводах это божье слово что бог и у чуть ли не перстом писал или якобы вселялся человеку или настолько паразитировал я не знаю вирусом его мозг полностью овладевал его мозгом что мозг этого человека и руки человека были руками бога пока в эту дурь из своей головы не выкиньте из своего сердца вы ничего в этой жизни не поймете как только вы это сделаете как только вы встанете над писанием как только вы станете поймете что вот эти вот писание современной библии это поля можно назвать одним конечно полем неважно вот живой пример что переводы библия слова божья какая синодальная или новый русский перевод или пару перевод короля иакова или греческий подстрочный текст какой библии слова божья кто знает кто изучал глубоко вот этим несмотря на то что наверняка логос у нее такое красивое глубокий ник логос три семерки альфа да наверное он очень умным себя считает вы скажу что человек не очень умный если он меня слышит я могу сказать ему это в лицо при любой беседе по skype или вживую потому что 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 за слово ведь сколько мне вопросов и вряд ли не найдутся не вряд ли я-то убежден что у нее нет ответов ни на 1 вопрос наших в принципе существовать не может не этот логос не кто-либо другой не ответит ни на вопросы которые я уже задавал кто такой павел существовал ли он вообще никто этого доказать не сможет никто не может доказать даже явление бога воплоти мы только в это верим вот я верю в бог явлений а в принципе это я так задаю риторические вопросы очень важные хотя но я верю что существовал павел кто бы он ни был насколько у правильно писали насколько все ему эти послания приписали писал ли их павел в каком возрасте я могу лишь теперь гадать а чтобы это ерундой я прямо называют вещь своими именами не забивать все голову вы должны положить себе как и я когда-то в основании простую мысль что неважно какие писания под каким они название библия коран сутры да и прочие вещи веды там да вы их читаете вы то кто вы есть человек будет судиться за свою жизнь это что значит бог что ли кого судить будет нет конечно мы сами себя осуждаем той жизнью которую мы есть и мы то что мы есть на этой жизни то что мы есть будем и в каждой последующей жизни и так во веки веков хочешь быть другим изменись все пока вы это себе не вложите в умное сердце в голову как хотите соединенным сердцем ничего вы не поймете все эти бумажки это поле поле с плевелами пшеницами что доброго что вас натолкнуло и в сердце отвлекается вы читаете доброго светлого чистого забудьте об авторитеты павел петр даже иисус якобы потому что все что нам написали написали переписали перевели и перетолковали обычные люди может быть святые может быть от многих вещей отказавшиеся может быть мы тоже этого не знаю мы с вами читаем лишь вот вот бумагу кто-то изготовил какой-то человек могут самые грешники там готовить ее на заводе такие же грешники на печатных фабриках работают да такие же грешники которые сжигали людей виде православных католических протестантских сект их корректировали да и решали что куда издавать что там прежде всего пустить на эту бумагу в печать когда вы это все поймете примите у вас все встанет на свои места подобные комментарии конечно же а точнее жизнь ваша изменится и подобные его бреда просто писать перестанете устарел мы сейф закон но не письмо нашего любимого отца но такие комментарии вот почему говорю я всех я вы знаете человек публично открытый и для общения в том числе помимо фейса моего и голоса уст моих я спокойно общаюсь вживую по скайпу по телефону как кому как удобнее все открыт что значит устарел моисеев законно не устарела письмо отца а это как понять но если библию называешь письмом отца то вообще-то там пять книг практически посвященную 4 хорошо моисею еще одна судьям израильским да еще одна прежде всего целом целая книга тоже немало глав около 20 глав иисусу на вину как второму суде после мысея это где там письмо отца у тебя а где у тебя закон моисеев там кто со мной кто хочет вообще познать библию естественно всех приглашаю вот на этот канал с которого есть комментарии как вы видите комментарий к ролику псалом 94 полностью целиком библию и ветхий новый завет я записал с комментариями пожалуйста кто хочет познать истину в этих библейских писаниях я всех приглашаю к просмотру поехали следующий комментарий валера христовеган матюхин дорогой мой хотелось бы увидеть информацию сколько ветхом завете от бога а сколько от сатаны выделить цветом чтобы наглядно увидеть процентное соотношение но я так написал вариль тогда просто это не просто по поводу этого комментария ну что хочешь сказать конечно написать выделить библии что там от бога что от человека должен каждый человек сам для себя я конечно же это сделал в принципе просто никаких печатных изданий я не делаю мой формат это видео блог и еще раз я даю оценку к своему каналу христалю библия чтение библии коротко он называет чтобы лишнее слово было не было библия и иные писания ну подразумевая чтение библии и иных писаний там я словами ну в принципе надо кто видит и в тексте могу помещать что полная чушь что бред что не соответствует что это то что это люди творили это были беззаконие то грехи от того что они нам оставлены в библии это лишнее рассвидетельство о том как делать не надо это очень важно и поэтому такую библию правильно валер написал знаете маркером выделителем выделить слова божьи слова человеческие слова ангельские слова добрые злые зелененьким знать можно как светофор на три уровня поделить зеленые добро желтая не пойму ни туда ни сюда вообще не важно и красное то что вообще зло на то что описано в библии как раз порой даже в библии напиши на это зло а тут бы должны научиться как не надо делать не только как на одну как не надо на опыте других и вот такой экзамен должен сдавать каждый вы можете прослушать курс лекции как ученик слушает преподавателя в школе в институте на каких-то мастер-классах но потом вы берете библию это не дима делает них уже не христолюб не веган не кузнецов а делаете вы знаете как тесты или там экзамен неважно в каких школах в русских в американских европейских китайских японских в африканских разного рода экзамен бывает вот библия вот вы сами должны для себя потом взять когда-нибудь если вы хотите как я я свой экзамен сдал публично до этого теста да и выделял да и сказал вот вы каждый должны в своем сердце положить что добро и что зло это ваш тест ваш экзамен не христолюб будет вам говорить ну если он говорит но в оконцовке такую книгу вы должны библию написать для себя самого что там есть доброго светлого все сложить сокровищницы сердца своего а все что злое сжечь огнем неугасимым на веки вечные следующий комментарий кто напишет тайм-коды к этому видео как и к любому моему видео я стараюсь мысленно их так видеть немножко паузу оставлять что можно было четко время спокойно выставлять я не любитель вы знаете маленьких роликов может был каждый комментарий отдельно но все-таки набираются раз уж их можно как-то с пока компоновать достаточно будет что если будут тайм-коды со смысловыми а может быть прям с текстом комментариев как хотите если комментарий небольшие да может быть даже большие можно прям подставить время и текст комментарий все мне это сбросить сейчас на ю тубе очень интересная фишка кто видел линия play play линия и так там линия она прям разбит уже такими отрезками начал ролик поэтому будет очень классно кто будет мне помогать низкий мой поклон умываю ноги смысл жизни пишет под моим видео кролику библия свитки древности друзья вы не забыли что существует и сатана он также цитировал писание христу разве он не заинтересован подсовывать вам все что вы ним чтобы вы не имели веры не в писание а в господа бога слово божие это сам господь христос духом истины в наших сердцах его слушайте но многие больше доверяет уму чем сердцу насчет ума сердце тут кто знает все человек един да это умное сердце умный тот кто добр вот так вот абрахам не читал библию он как и все пророки слышал голос божий поверил и пошел об этом он нигде не прочитал все люди что писали библию нигде этого не читали почему же все вы ищете письма когда отец стоит рядом с вами а может даже и в вас библия привела вас к христу но он не библия и не свитки да мы верим не в библию а в христа он и есть живое действенное слово божье в духе истины вдохновляющие пророков а вот проверять себя верили мы это надо в духе истины а если вы верите википедии то не понимаете ли что нас обманули еще до зачатия религиозный дух сатанинский дух разделяющие на динаминации и конфессии по поводу википедии сразу скажу я не часто обращаю к любому дали важно какой справочный словарь вот смысл жизни может быть просто или не видел или не заметил я всегда говорил что википедия тоже не верю я просто беру за основание статьи который сам не пишу и в них точно также отделяю плевелы от пшеницы это я просто сразу хочу сказать есть смысл доверять только духу истины он первичен а синоду и другим группам верить нельзя так в той же библии есть пример когда был послан живый дух пророком и множество пророков говорили одно и то же но это была ложь и только один пророк был от бога и говорил истину но если но его никто не слушал всегда спрашивай господа бога господи иисус христос а ты что скажешь и без его ответа ничего не предпринимай как саул или нафан давиду о храме и проси его подтверждения как и но хной абрахам иосиф мысей на венге дон или елисей пётр филипп павел и другие религиозный дух это лживый дух сатанизма вы знаете из этих четырех комментариев что я хочу сказать в принципе со многим я согласен даже когда человек писал что вот главное не буква да во что вы верите я все это говорил то есть я принципе согласен ну как бы все равно человек при этом смотрите подводит что может быть я не совсем его понял я вам говорю что конечно живой вот общение уже много раз говорил она конечно может больше раскрыть весь днем не море она раскрывает человека больше общением если это беседа она много сглаживает много люди сразу корректируются кому-то что-то непонятно мы можем недопонимать друг друга потому что человек пишет в тут же что якобы все эти люди перечислил пророков ветхого завета нового завета апостолов и говорит что вот как бы они были тоже до говорили вроде бы как духом святым ну а как мы узнаем но горит что писание сами до исследуйте я так понял смысл такой у человека вот но я оперу во первых не факт что ими движим всегда был тоже они духом святым они там такое городе ли и такое-то вытворяли не только словами но и делами начнем с того же самого моисея да вот что и причем если поверить что все что дошло ты мы же на основе этого снова все того что мы прочитали это правда то это зло я ролик записывал говорю упаси меня господь от небесного царства с моисеем ильей вот кого сейчас человек перечислил да упаси меня бог от этого шариатского государства до что здесь что на небесах ну так в общем неплохие комментарии я в принципе со многим согласен на что дух выше вот именно вы выше если бог у вас если вы приняли какую мысль что значит принять святого духа что значит принять бога в свое сердце это в жизни покаяться что такое покаяться изменить свою жизнь а изменить как ну естественно что ты посчитаешь злом отвернуться все что посчитаешь добром начать приумножать все на сегодняшний день как ты мыслишь и дальше что такой вектор стольки что к перспектива ты просто открываешься богу полностью целиком ты открываешься истине сему самому светлому своему доброму ты говоришь господи теперь я твой веди меня как ты считаешь нужным я так по духу чувствую что человек конечно знаком с этим всем такой даже жизнью вот и поэтому я говорю так если в живую пообщаться ну в живую я подразумеваю даже допустим какой-нибудь скайповое общение до такого диалоговое голосовое может быть мы бы лучше друг друга поняли вот конечно же когда человек открывается просто всему саму светлому гульда господи я понял возле жить невозможно я сам творил много зла и когда человек решается сам стать светом и понимает что царство небесное возможно только царство светлых людей начинать естественно до себя и заквашивать мир все тогда бог вас поведет самым при прямым надежным естественно верным путем вы будете познавать вас будет все больше больше любые вопросы конечно же вы задаете прежде всего богу которому внутрь вас есть вы получите всегда все ответы и что это такое это не значит какой-то супер голос с небес это настолько твердое чувство когда у тебя уже мысль ну да ты можешь конечно кто знает бог может по-разному че всяком поговорить да даже через ослицу как мы знаем в ветхом завете действительно но основная масса кто знает что такое общение с богом да с невидимом в этом мире лежащий возле это когда на твои ответы на твое мировоззрение приходит четкое уже убеждение настолько что ты готов так жить считаешь это правильным и естественно живя так всем проповедуешь и понимаешь видишь что это несет добро и благо людям отчет и сам становишься счастливым поэтому когда ты разрешаешь эти вопросы как поступать как не поступать что добро что зло и бог тебе дает четкие ответы на сердце как поступить ты поступаешь видишь плоды и понимаешь да все правильно это есть истинный путь все ты идешь дальше ты так аккуратненько на болотце куда не ставишь ногу может болотца может камень все обстал твердо стоит все ты понял да господь положил я попробовал все сработало так и есть пойду дальше до следующий шаг вот так вот на этом все давайте следующие комментарии кролику уже учения православия и протестантизма к целит колиты католицизм винегрет в голове у тебя дима пишет александр миронов уже и библия не слово божье что здесь уже для меня она никогда не было никаким божьим словно они написаны библия бумажки писание как хотите книги собрание книг сборник они не написано слово божье никогда писание даже собранный мне всем известными мировыми сектами никогда для меня не являлась никаким авторитарным авторитетным раба господским словом якобы бога который кто-то его секретаристи награфировали из из так не слово божье а слово сатаны в ней из тут и а не пойму что за союз или и слова сатаны в ней конечно слова сатаны а разве там не сатана с иисусом беседу разве там не его слова написаны дакс ну давай прочитай ну ладно сейчас на этом разве вот в предыдущем комментарии вот так быстро то что сказал я со многим согласен а разве там слов сатаны нету брось и вниз и ангелы понесут на тебя это слово божье или нет слышать и ветхом писании это вроде бы некий автор псалтыри пел неважно никто никогда не докажет давид более того кто знает половина псалмов вообще и официальные они не принадлежат давиду хотя и все называют псалмы давида почему зайти псалмы давида если из того сборника в 150 псалмов которые собраны в одну книжку современную а вся библистика естественно говорит о том что псалтырь состоит как минимум из четырех книг и все они разным авторам принадлежат и поэтому даже в сборнике 150 псалмов которые современные мы все имеем надписано псалмами давида давида чуть больше половины но вы почему-то называете псалмы давида слушайте если ролики кузнецова христа люба вегана то вы говорите это его ролики если это ролик еще вася соседнего забора вы говорит что это вася на ролике если мне вася на ролики припишут я буду недоволен и наоборот мои ролики скажет это вон вася от него сита и это я это разные вещи я его ся давид и другой автор псалма это разные люди более того там авторы многие вообще известно балк более того эти имена написаны вообще не о чем не Они говорят, ну мало ли написали Вася, ну и что, сколько Вась было во времена израильского народа. Так бросься вниз, ибо ангелам заповедует и на руках понесут тебя. Это кто сказал? Это Слово Божье. В одном месте это слова человеческие в виде псалма, в другом месте это сатана говорит с Иисусом. Что за бред? Что вот это такое отношение? Библия, Слово, на ней не написано Слово Божье, на ней написано Писание, история, рассказ. Тебе сейчас будет, это вообще бумажка, Писание, бумажка. В ней тебе что-то будет написано, может там инструкция, как собрать унитаз. Там Писание, ты читаешь о чем оно, и начинаешь отсюда делать вывод. И вот ты сделал вывод, что якобы это Слово Божье. Для меня нет, для меня есть слова, да, беса там, прямо. А когда прямо написано, что сатана приходит к Богу выпрашивать Иова, это чьи слова, я не пойму. Это Божьи слова? Это бес говорит словами Бога или что? В чьих устах там? Это история, она читается, это диалоги, это монологи, это целые сцены, целые события панорамные. Если это все, у нас есть съемки фильма, разве фильм там на основе евангельских событий художественных у нас есть сейчас полно, там, да, прямо по Евангелии от Луки или еще почему-нибудь. Это там, там будет, кто будет играть беса. Вот если снимут книгу по Иову, это будет Божье слово или это будет книга Иова. Фильм, книга, фильм об Иове. Фильм Иов называться, может, как угодно его как назовут. Там кто будет, кто-то Бога будет изображать, играть как хотите, да, актер. Кто-то будет Сатану, кто-то Иова, кто-то его друзей. Что значит слово Божье? Настолько у вас просто мозги отрублены, что вы просто ничего не понимаете. Вы бумажки назвали словом Божьим. Вот мое слово, вот я говорю, вот за это я ручаюсь, да. И я не могу сказать, что это слово Божье, это мое слово, оно вышло из моих уст. Я могу вам говорить, что я говорю истину, потому что я познал ее делами, опытом жизни. И говорю, что бессмертие есть. Ты свободен принять его или не принять всю жизнь, но ты все равно бессмертен. И ты свободен избирать между добром и злом. Не то вы остаетесь свободными выбрать христолюбые слова, истина или не истина. Кто-то сказал, кто-то написал, переписал, перевел, перетолковал, и вы называете Словом Божьим. Так кто из нас идиот? А дальше ты написал что? Бес в тебе. Ничего не напоминает никому. Мне и Евангель напоминает, и Христа. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а в тебе бес. Мы знаем Библию. Слово Божье, а в Христолюбе бес, а в вас не бес. Какую ахинею вы несете? Если кто-то проповедует Иисуса, если кто-то говорит истину, если кто-то что-то услышал даже от меня, и потом говорит сам, это уже не мои слова, это уже он говорит. Я за него ответственности никакой не несу. Это он. Он мог меня еще кого-то послушать. У него свой жизненный опыт, свой путь, святой или праведный. Я за его слова не отвечаю. Он потом может сказать, это я у Христолюбов слышал. Я говорю, слышь, родной, то, что я вот это слышу, ты не от меня услышал. Это уже какой-то гибрид. Ты еще что-то слепил, ты свое выдал. Все, что у тебя вышло отсюда, это твое, это не мое. Библия, это не Бог с небес. Она упала. На горе Синай даже. Люди написали. Люди переписали. Тысячи раз. Перевели. Тысячи раз. И перетолковали. И еще неизвестно сколько раз. В ком бес, во мне или в тебе? Не знаю. Вернее, я знаю. Пусть это останется на суд людской. Бес тебе и не вводи народ в заблуждение. Ну да, я ввожу, а вы не вводите. Люди, читайте Евангелие. Читайте, я не спорю, что. Потому что только через Евангелие может отличить истина. А я что, против был Евангелия в этом? Вот человек кролик у этого пишет. И как будто, знаете, я бес, я не призываю читать Евангелие. Я всем рекомендую познакомиться даже с той интерпретацией Бога явления, в которую я верю. Даже через призму тех сект и всего вот этого, что до нас дошло. Кем-то написано, переписано, перейденных, перетолкованных. Я всем рекомендую. Я считаю, что человек просто невежественный, если в жизни не прочитал не то, что Евангелие, а Ветхий Завет, который, то есть всю Библию, не только Евангелие, не только послание апостолов, не только книгу, откровение, а весь корпус хотя бы канонических книг библейского собрания. Неважно. В новом русском переводе, в Синодальном, Короля Якова, хоть в каком-нибудь. Я считаю, что человек невежественный, если этого не сделал. Более того, вот такие вот комментаторы порой сами никогда в жизни целиком не читали. Мои дела у всех налицо. Я в очередной раз всех приглашаю на свой канал Христолюб Библия и Иные Писания, где у меня целиком записана Библия. Ветхий Новый Завет. У меня, в отличие от вас, есть доказательства слов тех, что я говорю. У вас это, вот такие вот комментарии к моим роликам абсолютно пустые. Где можете отличить истину от лжи, лжа пророков интернетовских уже прут в прути. Ну и таких комментаторов, как ты, я тоже могу сказать. Я вот начитался Евангелие, и таких, как ты, отличаю от тех, которые нормальные. Наговорить могу, чего хочешь, да только не того, что угодно Богу. Господи, помилуй. Ну, вот и жди помилования, раз ты грешник. Николай Зверев, ниже, вы видите, пишет. Скажи, а в чем неправдимо? И где правду искать истину в православии, католицизме? Где церковь Христова? Я много лет был в РПЦ, занимался аскетикой, был в послушании у царцев, но кроме душевного расстройства ничего не получил. В православии все эти аскетические подвиги не работают. Знаю многих монахов, которые сильно повредились. Из этого можно сделать вывод, что Богу это не нужно. Какой прекрасный комментарий. Я это написал? Нет. Вот вам свидетельство. Еще одно. При двух или трех свидетелях, пожалуйста. Ответ Миронову. Я, кстати, да, тут написал. Согласен с тобой, Николай. Если будет желание, поделись своим опытом подробнее. Хочешь текстом, хочешь аудио, хочешь видео. Ну, я, в общем-то, все сказал. Поехали дальше. Следующий комментарий. Как вы видите, большой. Это к ролику Евангелия от Фомы о детстве Иисуса. Это апокриф. Вот на как раз канале Христа Любимы, Библии написали. Я его тоже зачитывал. У меня и апокрифы есть. У меня, в отличие от многих вот таких, да, моих комментаторов, троллей, хейтеров, у меня есть что сказать людям. У вас это пустые просто комментарии. Роман Пак. Зачем так усмехаться и коверкать даже Библию? Вы говорите, что Моисей сам убил народ, хотя написано, что Бог повелел. Ну, классика жанра. Бог плохой, а мы хорошие. Когда у человека мозги встают на место, то мировоззрение этого человека приходит к состоянию антиадамовскому. Если Адам кричал, ты во всем виноват. Ева кричала, змей во всем виноват. Адам кричал, ты во всем виноват, что дал мне эту жену. Ты не прав. Ты плохой. Вот у человека, у которого это самый первый грех на свете. Ну, понятно, они согрешили, но перед Богом, так скажем, в первой беседе, ну, пусть второй, ладно. Я просто, кто знает, я все это вместе называю. Сам грех и вот это вот. Ведь Господь же не убил их. Вы помните, Господь сказал, согрешите, смертью умрете. Я всем показываю, что Бог есть любовь, Бог есть свет. И они не умерли. Бог призвал их к покаянию. У них началась школа жизни. Все, что им нужно было, покаяться, да, прости, отец. Накосячили. Опытом попробовали, вкусили зла. Да, это, блеотина, надо выплюнуть. Что они сделали? Они утвердились во зле. Только после этого смерть вошла в грех. Только после этого Бог одел их в одежду смерти, для того, чтобы они поняли жизнь. Неужели оттуда все не видно? Вот кого мне напоминает этот человек? Адама. Человек никуда не вырос. Он от Евангелия так же далек, как земля от неба. Кто думает, я осуждаю? Нет, я хочу помочь этим людям. Осуждение. Я много раз говорил. Кто хочет познать, что это такое, даже сейчас быстро скажу. Не буду никуда отсылать. Это Иисус, когда говорил не осуждение. Это осуждение человека на смерть. И приведение этого смертного приговора в действие. Лишь об этом говорил Иисус. Обличать правду, говорить людям истину в лицо. Этому учил Иисус, потому что сам так поступал. Я поэтому и людям, я говорю, и вот эти комментарии, записываю все свои ролики. Я все, что говорю, готов сказать человеку в лицо. Поэтому мне даже за глаза иногда, так скажем, с кем беседимы. Мы можем о ком-то поговорить, о каком-то известном проповеднике. И я это делаю только потому, что я могу ему все это тоже самое сказать в лицо. Кто знает, в системах этого невозможно. Но там ложь, предательство, вранье, склоки, заговоры, там лицемерие полнейшее. Люди свободные, во Христе особенно так не общаются. Читаем дальше. Бог плохой. Все ясно с человеком. Я тебе, Роман Пак, рекомендую от этого греха избавиться, покаяться и заключить новый завет с Богом, где ты во всем виноват, что ты делаешь плохого. Все, что ты делаешь хорошего, у тебя же остается. Ты изменяешься, твоя природа меняется. И забудь о том, что Бог творит зло. Бог зла не творит. Как так можно? Значит, Бога с дерьмом смешать можно. Да, и Моисея отбелить. А наоборот нельзя. У тебя мозги просто перевернуты. Верни их на место. И как вы представляете, чтобы Сына Божий дети давали под затыльник и пинки? Это Евангелие выглядит правдоподобно. А, и как... Ну, кто знает, конечно, вы не поймете этот комментарий, если не просмотрите мой ролик или сами не прочитаете Евангелие от Фомы о детстве Иисуса. Кто, конечно, их со мной уже читал и слушал, я кратко все-таки скажу, иначе будет непонятно. Я не знаю ни одного апокрифа, так называемого, нормального, кроме апокрифа, так называемого апокрифа, который, я считаю, в принципе, нормальным, достойным вообще каноническим Евангелем. Жалко, что его не включили в общий канон. Это прото-евангелие, как он называется, от Иакова. Слово прото означает перед. Потому что там много говорится о тех событиях, о которых во остальных Евангелиях ничего не говорится. Очень много подробностей о том, как действительно был Иоанн зачат, креститель. Еще больше. Кто знает из всех четырех канонических Евангелий, самое многое об этом говорится и раскрывается подробности еще в Луке. Но прото-евангелие Атакова, так называемый апокриф, еще больше нам раскрывает этих тонкостей, мелочей. И кто со мной читал, смотрел или даже сам, ну а еще в идеале со мной, да, прото-евангелие Атакова, на моем канале она тоже есть, тот убедится в том, что действительно какие там интересные, глубокие вещи, глубокие не в плане какой-то духовности, хотя там есть много дополнений, которые нам открывают глаза на истину, которую мы не могли никак в любом случае только сами домыслить и как всегда не на что было опереться, почему мы так считаем. Там действительно очень много дополнений, а до еще рождения, зачатия даже Иоанна, Иисуса, и как все это происходило, как там их судили, Иосифа, как там были разборки, почему она была не от Духа Святого зачат, не от Иосифа зачала, забеременела, да, от какого-то Духа Святого. То есть там есть такие тонкости раскрывающиеся, и мне они на Духу лежат. Я считаю, что прото-евангелие достойно, я не говорю, что оно истинное, ты считаешь, как и все остальные, то есть все надо разбирать. Но оно достойно быть в, по крайней мере, вот том каноне существующем, всех сект православных, катабликов, протестантов, любого перевода, неважно, синодального, русского, еще какого-нибудь, достойно быть в корпусе этих писаний. Вот так вот. А все остальные, кто читал их сам, или со мной на канале, или в будущем прочитает, вы поймете, что это ахинея практически психанутых людей, просто с повернутой мозгами и психикой. Психикой зачастую. Вот. И там, в том же самом Евангелии о детстве, Евангелие Фомы о детстве Иисуса, говорится, что Иисус там убивал детей, людей, да. И вот давайте почитаем комментарий теперь. В принципе, этого достаточно, что я сказал. И как вы представляете, чтоб Сына Божьего какие-то дети давали под затыльники и пинки? Да, то есть Бог поэтому всех убивает. А ты Евангелие вообще читал, дорогой мой? А разве Сыну Божьему потом не плевали в лицо? А разве его убили? А разве его не издевались? А разве его не жестоко казнили? И он все терпел, и никому не мстил. Ему достаточно было помыслить, и они бы все просто свалились бы насмерть. Почему-то, когда Ананис с Апфирой лишь немного утаили свое умение, они тут же упали мертвыми, по слову Петра. А разве Сын Божий, как ты говоришь, не такой властью обладал? По Евангелии мы видим, что он обладал безграничной властью над Вселенной. И почему он себе позволял бить, оплевывать, облевывать, ругаться над ним, смеяться, избивать, и в оконцовке ужасно просто казнить? Ты не этого Сына? Ты не думаешь, что это один и тот же Сын Божий? Или, значит, этот Сын Божий в детстве только за пинок от какого-нибудь, когда мы все в детстве дрались, пинки получали, сами кому-то давали, оплюхи. Значит, этот Сын Божий, мальчик пятилетний, там, шести, семи, десяти, там, конечно, возраст не описан, но по контексту мы понимаем, что речь идет о совсем отроческом времени. Значит, в это время, а то там, в принципе, как бы до отрочески, там, детство отрочества, так назовем. Значит, Иисус в детстве отрочества убивал просто людей словом, ну, а потом вдруг в 30 лет, да, что осознал свою грешную жизнь и стал терпеть все поношения, он говорил, что на мне нет греха. Ну, вот этих людей, это я понимаю, что тоже люди, скорее всего, немножко с повернутой психикой и вообще мозгами. Потому что если вы читали эти Евангелия, я думаю, что вы просто будете в шоке, какая чушь, ахинея, бред, там написано, ну, вот человек иного мнения, да, что это Евангелие выглядит продавподобно, потому что Иисус маленький убивал людей одним своим словом. Вы, наверное, Библию не читали? Я не читал. То, что я читал, ты можешь перейти на мой канал. А, ну, ты на нем и находишься, если ты смотрел, и увидишь, читал ли я Библию или нет. Я ее публично зачитал. Да. После десятков рад келейного, так называемого, чтения. И не знаете, сколько раз Бог проклинал людей как по одному, так и целый народ. Да это проклинал не Бог, а проклинали люди. Моисеи и ему подобные личности. От Марка глава. И тут пошли ссылки. Петр говорит ему, Рави, посмотри, смоконец, который ты приокрыл, засохла. Да, ну и пошло-поехало. Бог сказал, слушайте Иисуса. Так смотрите, слушайте, что Иисус говорит, и не игнорируйте, и не переворачивайте его слова. Будьте благословенны и внимательны. Ну, такой вот дурной комментарий. Я советую таких людей держаться подальше. Люди, у которых Бог плохой, а люди хорошие. Бог, который всех проклинает. Бог, который всех убивает. Это люди никудышные. Это люди пустые, люди злые. Люди еще, несмотря на то, что они могут Библию наизусть знать, вон, цитатами вас заварить. Эти люди ничего не поняли в жизни. Следующий комментарий. Ну, наконец-то. А, ну там и засылок он большой был. Алексей Лукин. К ролику йога глазами христианина, ступень 2, яма. Вера, женское имя. Вера вместе со святыми сестрами, надеждой и любовью, и их святую матерью Софии, премудрость Божия, приняли мученическую смерть за всесвятое имя Господа нашего Иисуса Христа. Господи, слава тебе! Библия создана по наитию Святого Духа на апостолов. Остальные писания... Вы смотрите, когда пишете с мобильников, видимо, ваши комментарии обрываются. Там, наверное, какое-то ограничение на символы всегда так. Комментарии скудные, не совсем понятные. Ну, по поводу веры, надежды, любви. Во-первых, всех этих патериков, православных и святцев, где там о мучениках описано. Ну, вы можете в это верить. Все эти имена умерли за имя, не умерли. Они умирали... Нормальные люди будут умирать не за имя, а за жизнь. Иисус умирал не за имя Бога Яхвы. Иисус умер. Для чего? Чтобы убедить нас, утвердить нас, во-первых, в бессмертии человека. Второе. Оставив ему свободу, потому что его убивали, и он не нарушал свободу человека. Избирать между добром и злом, сам, который, правильный, верный выбор в сторону добра, нам явил в этом же поступке, как и во многих других. И этому он учил. Он не учил умирать за имя Яхвы. Да. И за свое имя, кстати, тоже, так скажем. Он учил умирать за любовь. Следующий комментарий. И последний на сегодня. Филотея Боголюбова. Какой красивый ник. Или настоящее имя, не знаю. Интересно. К ролику перевод Библии синодальный. На канале Христолюбиблии. Интересно, познавательно. А еще мне помогло то, что ты говорил об искажениях, что не нужно их бояться. Вот на этой прекрасной ноте мы и завершим сегодняшний ролик. Надеюсь, кто-нибудь напишет тайм-коды. Следующая серия роликов будет такая же. Я буду по комментариям писать. Буду благодарен тем, кто мне будет так помогать. Да, Библия. Не надо бояться искажения. Не надо вообще ничего бояться. Вообще ничего. Где страх, там нет любви. Любовь есть Бог. Бог есть истина. Бог есть святость. Где страх, там нет истины. Где страх, там нет любви. Где страх, там нету Бога. Пребывающие в любви, в бесстрашии, пребывают в Боге и Бог в нас. Вы выше всего. Вы Боги и дети Всевышнего Всего. Не Библия Бог. Вы. Вы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok